Моя идея заключается в том, что необходимо создать условия для того, чтобы людям было выгодно и привлекательно сажать леса. Тогда люди сами смогут посадить леса в большом количестве. Надо создать экономические условия, чтобы не просто вышел, посадил на акцию, потом забыл про этот лес, а он через некоторое время сгорел. И таких, к сожалению, прецедентов было много. А так, чтобы получился такой устойчивый механизм, когда люди, живущие на этой земле, фермеры, хозяйствующие какие-то, они могли бы посадить себе необходимые лесы, чтобы были какие-то гарантии, что денежки придут. И это не просто так, как личная инициатива, а это все-таки стало как-то выгодно. Мы недавно делали исследование выборочно в четырех регионах России. Это Алтай, Байкал, Сахалина, Камчатка. На Байкале мы взяли Иркутскую область. Ну, на Алтае леса горят, это все-таки юг. На Камчатке там порубили то, что было еще при социализме. Осталась каменная береза, которую не знают, как использовать. На Сахалине тоже вырубили практически все, только осталось процентов 10 лесов, таких девственных, которые труднодоступны и туда никак не добраться. Ну, вот я думал, Иркутская область, это вот центральная Сибирь, вот уж там-то, наверное, леса полным-полно. Но оказалось по нашему исследованию, что это совсем не так, что вот все, что достаточно доступно даже лесными дорогами, поскольку близость к Китаю, то это очень сильно стимулировало к тому, что вырубается лес. Поэтому во всех четырех рассмотренных регионах ситуация далеко не такая оптимистичная, как кажется. И вот хотел бы проиллюстрировать это одним примером. Как-то несколько лет назад я привез голландского инвестора в Россию, на Алтай. И мы проехались и показали, что вот здесь у нас есть посадки, здесь, и что необходимо выращивать этот лес, потому что у нас нет на данный момент в разумительных экономических механизмах лесовосстановления. Рубка так продолжает идти, а лес не восстанавливается в должных объемах именно искусственно антропогенным человеком. И голландец, я его спрашиваю после нашего путешествия, что вас больше всего удивило в России. Он говорит, знаете, меня больше всего удивило, что в Сибири надо сажать леса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова